я уже давным давно не показывала вам свои орхидейки и смотрите наконец-то я вот этот вот который стоял стоял наращивал все зелень и вот наконец-то смотрите вот появилась вот которая интенсивно вот малиновая сила помните вот тоже стрелу выпустила то есть каждый выпустил вот это белоснежная тоже вот я маленько здесь потом чуть начнет когда подровняю вот белоснежная выпустила цветет еще интенсивно интенсивно как леопардовая такая крапинку орхидеи здесь здесь тоже вот она новую но это точно точно такая же вот она новую стрелу выпустила и здесь вот то есть сейчас они будут опять все у меня интенсивно цвести все орхидеи смотрите вот они у меня на одном окне находятся вот они все все мои красавицы куда у нас сегодня ветер что ты хочешь осень 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 такая вот погода орхидеи цветут радует радует хозяйку радует таким вот до сих пор обильным обильным цветением смешно одно цвета и другое опять зацветает друзья мои я начала читать вот эту книгу закончить точь то что начал как доводить дела до конца джона и кафа и вы знаете книга читается очень легко очень насыщенно я уже считай за день до собой потому что сегодня выходной прочитала считай половину уже половину книжки прочитала и некоторые изречения из этой книжки мне хотелось бы некоторыми заметками изречениями мне конечно бы хотелось бы с вами поделиться я делала определенные пометочки да ну не все конечно то что более мне кажется таким вот значимым значимым для того чтобы закончить дал всех у нас есть цели которые мы как я в том числе не доводим до конца и первое что о чем здесь написано это о том что если вы хотите довести дело до конца то первое что вам стоит сделать так это раз и навсегда избавиться от перфекционизма что кофе перфекционизм вы все знаете об этом нет так яндекс гугл вам в помощь я знаю что это такое вот именно это и держит и в основном вся книга именно об этом как победить как избавиться от этого перфекционизма вы должны урезать свои цели хотя бы в два раза научиться получать удовольствие и понять какие действия надо поставить в начало списка а какие сразу вычеркнуть то есть не какие-то большие планы да как я вот настрою настрою да что такое грандиозное все это порой все просто в какую-то в пустоту в пустую что не доделываю никогда не доделываю свои дела до конца вот о чем потому что удерживает держит этот самый перфекционизм знаете ли вы что прослужит вам гораздо дольше нежели перфекционизм обыкновенное движение вперед вот казалось бы да что все настолько просто отбросьте мысль о том что если что-то пошло не так значит вы потерпели неудачу во всем остальном это неправда вы можете попробовать снова сегодня завтра на следующей неделе ну то есть как мы опускаем руки до что-то у нас не получается с чем-то да все значит не получится с этим диком никогда это неправда то есть нужно пробовать и пробовать и пробовать идти к своей заветной заветной цели идти 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 то есть уменьшение целей это крипто нет для перфекционизма и что же нужно сделать до для этого чтобы идти вот к разделению этих самых целей пополам то есть вспомните цели которых вы пытались достичь были ли они слишком большими отметьте что произошло потом запишите численный эквивалент ваших целей очень сложно резать пополам абстрактное понятие вы хотите прочитать 10 книг убрать в четырех комнатах либо сбросить двадцать фунтов либо заработать пять тысяч долларов решите для себя в каких случаях вы разделите цель пополам а в каких дадите себе больше времени поделитесь своими планами с тем кому доверяете и спросите не кажутся ли они слишком претенциоз претенциозными если вы все же не хотите уменьшить свои цели то задайте себе вопрос что же такого может произойти если я не справлюсь вот казалось бы все настолько просто но в то же время сложно единственный способ достичь цели это вложить в нее свой самый ценный ресурс это конечно же время время и время и время которого у нас порой катастрофически не хватает это так бежим до порой день сутка бежим на работу с работы домой что-то готовим с детьми занимаемся и все когда подходит вроде бы заветная цель до чего-то там хочем и вот то самое время наше никак его не можем ладу с ним дать ну по крайней мере я говорю конкретно про себя и и значит что же руководство к действию да что же нам нужно для этого чтобы у нас было время нужно составьте список из трех вещей от которых можно отказаться на время пока вы движетесь к своей цели используйте используйте тактику светофора найдите способ как упростить вещи от которых не можете отказаться запишите на листочек и спрячьте чтобы никто не видел имена трех друзей отношения с которыми вы поставите на паз на паузу пока не достигнете своей цели для того чтобы не тратить время зря то есть это ну как я считаю не тратить время зря это допустим просмотр телевизора да вот хочется присесть прилечь а это время дальше звонки как вот у меня порой до зачастую звонки значит подругам до с которыми часами разговариваем просто ни о чем это тоже время общем и так далее и так далее и тому подобное и наверное последнее да на сегодня то чтобы дабы сильно не занимать опять же ваше время но далее да в продолжение и опять же тот же самый перфекционизм да который вся книжка собственно и об этом если вы если мы много работаем над тем что нам не нужно это называет его стрессом но если вы много но если мы много работаем над тем что любим это называется страстью перфекционисты перфекционисты возненавидят эту книгу давайте еще раз вспомним три действия которые я рекомендовал то есть сократить свои цели пополам и решить от чего стоит избавиться и и добавьте в эту цель веселья да для того чтобы можно было идти более более быстрее то есть вот собственно об этом и книга о том как легче всего поставить цели да ну то есть в этой главе он пишет о том как сделать вашу цель веселой вот ради того что вот допустим он здесь описывает то что вот книги да очень много книг и которые в доме очень много книг он хотел их прочитать но абсолютно не хотелось до этого делать абсолютно не хотелось чего-то и он прибавлял в это как он считал тоже целью до прочитать вот определенное количество книг и он читал так называемые комиксы которая доставляет что доставляет веселье поэтому и говорит что чтобы идти к своей цели нужно добавить нее вот чуточку капельку вот такого вот веселья но я еще книжку не дочитала думаю впереди также будут интересные и познавательные советы вам спасибо огромное что дослушали меня до конца и всем отличного настроения идите к своей намеченной цели не останавливайтесь несмотря ни на что продолжение следует вот